Привет всем любителям пошаговых стратегий! Меня зовут Алексей Халецкий, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Я продолжаю на последнем уровне сложности божество проходить Сидмэр Сивилизейшн за самую слабую, по вашему мнению, цивилизацию, по вашему голосованию за Грузию. Но все подробности в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, там же ссылка на рейтинг цивилизации про Грузию. Спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку и давайте продолжим. В общем-то, прошлым ходом, в конце прошлой серии у нас Гонконг отвалился по лояльности, вот тут у меня возникает вопрос по этому поводу, я вот все думаю, мне надо его захватить или освободить и сделать обратно городом-государством, потому что мне куда-то надо... Опять махенджи-дару меня перекупили, да сколько можно? Это все горга, да? Сколько я уже сюда... Ну, на самом деле, восемь. Восемь послов уже в махенджи-дару отправил. Мне надо куда-то отправлять караваны на деньги, и Гонконг, по-моему, неплохая все-таки. С другой стороны, Александрия Прафтазия ко мне присоединится, и Гонконг как бы, ну, нормально, как бы и нормальные, и нормальные города. А вот кампус дебильно поставлен, без того, чтобы сюда поставить здесь. О, кстати, тут у нас еще уголь будет. Ой, короче, надо думать. Пока не знаю. Пока не знаю. Захватывать или оставлять. Я должен бомбардами вроде 41 силу снять. Стены средневековые, а не древние, но тем не менее. Так, новый шпион, а я отправил... Знаете, давайте мы, наверное, этого в Тбилиси поддержим, потому что меня постоянно кто-то отсюда этого губернатора забирает. Еще не кто-то, а ацтек, точнее, прям конкретно могу сказать. Так, возвращаюсь, чтобы Гонконг пытаться забрать, когда мы стены снизим. Ну и что, и больше мне тут грабить нечего на побережье, да? Будем ждать, когда... Ну, сейчас я тут еще подплыл, посмотри, может, эти клетки обработаны. Так, тут я плыл грабить. О, прикол, он свой город сейчас поставит. Прикол. Крабиков. Пограбим. Блин, тут все рыбацкие судны разграблены. Ладно, я тут, наверное, тогда пока постою, подожду, может, караван будет плыть. И здесь бы я, наверное... Наверное, просто постоял бы здесь. Шпион в Тбилиси. Угольную будем делать, 8 производства. Как бы электричество-то от горя идет. Этот у нас сюда бежит, когда я тут промышленную зону поставлю. Сделать тоже сразу. Ладно. Так, а когда у нас вернется Пенгала? А, уже вернулся. Пять ходов. Цехе. Наверное, пока нет. А у нас взята монументальность, если меня не изменяет память. Нет, не монументальность. У меня должно быть... Пульс паровой машины. Каждое построенное здание промышленной эры. Хотя, может, мазутную построить? Чисто... Да нет. Я бы здесь вообще не строил. Хорошо, что по великим людям... А, я хотел... Да, кстати, я Эйфеля хотел. Правда, я его хотел для Рурки, а Рурку у меня уже угнали. Кто-то. Но Эйфель не помешает. А для какой тогда? Можно Венецианку, например, поставить. Ладно, давайте логистику промышленной зоны Эйфеля попробуем себе заполучить. Так, красота. Священочка в поте. Оти-поте. Оти-поте. Да... А, кат. Ладно. Ого, там уже... Подожди. Подожди. Тут уже пихотинец. А почему только сила города такая маленькая? 41 всего лишь. Не, ну мне надо бомбарды, конечно, обстреливать Гонконг. Проблема в том, что... Пехотинец, походу, ваншотает. Блин, может мне арбалет подставить? Да жалко. Жалко арбалет подставлять. Черт. Ладно, здесь постою. Ну, если мне не убьет пихотинец, я надеюсь, что он в город встанет. Блин, если он встанет в город, то он очень-очень повысит его силу. Танчик поплыл. Блин, уже встали варенья. Так, кстати, он поставил город, и у него сразу там стены. То есть он встали в варенье. Так, Кат ко мне, что ли, поплыл вот этими корпусами? Вообще нехорошо. Давайте галерами будем пробовать. Не давать ему проплыть. Что, галер я настроил? Бессмысленное вложение. Когда-то грузины считали, что галеры — это все, что им надо. Меня обстреляет, я вылечусь от крабов. О, как раз отремонтировал. Вовремя. Так, ну, угольная есть, давайте биржу. Что-то не видать караванов. Караваны. Ладно, еще постою. Куда дальше пойдем? Наверное, авиация и радио с другой стороны. И переработка. Ну, смотрите, баллистику мы точно никак не ускорим. Угольную шахту. А вот угольная шахта, во-первых, у меня есть уже. А броненосец мы можем. Сделать. 640. Ну, колониализм открою. Ставлю карточку, апнув броненосец, наверное. В Каракорум там единственный город, где можно немножко золотишко украсть. Блин, ну мне сейчас кажется, что меня сейчас поубивают бомбарды, и я просто этот город не захвачу, получается. Ну, потому что я не ожидал, что тут пехотинец вообще будет. Не, ну, город-то ко мне все равно присоединится. Я хотел... Нет? А куда делся пехотинец? Чё-то приколка. Блин, давай достану. Ну, вот что у Горга? Какие у него проблемы с Махенджи... Зачем ей Махенджи даро постоянно? Какой-то бред. А я двойных послов туда посылаю из-за способности Грузии. А почему 4,5? Хм. Так, ну раз пехотинец нас не трогает, то... Город заберется совершенно спокойно. Даже можно каравеллами уже поатаковать. Наверное, все-таки себе оставляю. Надо, кстати... Можно просто галерами контролировать все эти... Океаны? Я тут точно главная морская держава. Лучше... Каравеллой плавать, а галерами... Встать в... Защиту. Так, что тут еще пограбить? Во, гавань у Акадо, да? С маяком тем более. Во, караванчик плывет. Пропустим. То есть, если сюда встану, слишком много обстрелов? Так, ждем, когда отремонтируют, да? Тыщем источники, крадем деньги. Логистика промышленной зоны, биржу строим. Или... Или все-таки набиваем на Эйфеля? Ладно, давайте пока все-таки почитаем... логистику промышленной зоны. Так, тут нам рабочий нужен. Тут один заряд бежит. Наверное, надо купить рабочего за денежку. Более, тут киты. По-моему, китов у меня... Нет, киты где-то были. Вот киты. Ну, в любом случае, вот это все отремонтировать надо. Минус 10. Нормально. Это рядом, видимо, вольный гор, когда снижается падение. Ну, видите-ка, эти города логично ко мне отвалились. В Александрии сразу выкуплю чудо. Чтобы очки великого генерала и торговца набивались. А, стоп. Хотел же купить... Хотел же купить строителя. 580. Нормально. Может, эту клетку Кутаисе отдать? Хотя нет, столица обрабатывает. Что там? Что там за лай у меня за окном? Александр Македонский лает, что я у него город отобрал. Что еще не починено? Подожду один ход, чтобы сюда встать и сразу разграбить. А не под выстрелами стоять. Давайте вот так стоять будем. Не, ну Александрю и Прафтази. Я, кстати, не понимаю, почему в Гонконге была сила 40 у городов с этими... Ну, тут, кстати, может быть, просто внутри города стоит юнит, поэтому, возможно, 66. Просто если бы тот пехотинец встал внутрь Гонконга, он бы бомбардами не взялся. Блин, все равно опасненько. Тут не оба что вылечиться. Я уже и так все разграбил. Да, нету рядом ничего. Но он выстрелит из города и из военного лагеря. Наверное, нет, все еще стою, не хочу так подставлять. Зубдиди растет, Тбилиси растет. 154 науки у меня, 215 у Рима. Ураган четвертой категории. Надеюсь, он в сторону Рима пойдет. Что, блин, этот капер могут накрыть? Давайте как-нибудь вот так встану. Тут еще дорогу нужно. Ну, тут вообще надо... Слушайте, мне нужен военный лагерь 100%. Причем я бы, наверное, его реально в Гонконге или Александрии строил вот... Либо на этой клетке, либо вот здесь. Через три хода присоединиться. Ой. А че это... Поселенец не нужен? Слушайте, а может тогда здесь город поставим? Хотя он очень тупой будет. Ну, а больше, в общем-то, и негде ставить. Ну, я не вижу смысла. У меня слишком мало клеток будет. Играет музыка. блин не буду выводить каравеллы фиг знает куда сейчас пойдет этот ураган тут все ясно по вот тут можно разграбить ну наверное морской порт держимся но мне надо пойти где-нибудь найти все таки может сюда вот в окат проплыть и починить не очень не хочется может он тут рыбацкое судно починил очень не хочется терять армаду каравелл так как у нас тут какие-то мушкетеры от аншана подходят мира тут можно стоять интересно когда присоединяется к вам отвалившийся вольный город почему его почему его армия вам не переходит куда она девается реки ну все прежде чем мы сдадимся надо все оружие переплавить на металлолом чтобы не помогать граблю потому что я 50 это это дает только здоровье на самом деле но так у меня прокачано на 50 монет с разграбления то надо использовать так я наверное просто удалю поселенцы еще раз посмотрю конечно куда тут возможно но но выглядит что никуда ну тут слишком много воров тут надо плыть зачищать это все я тут пограбил ну давайте или пожить и оставить этих крабов для той моей каравелла на пока от отплыву ну и здесь вера просто постою блин ко мне идет фак плавают корпуса танков по какой причине компьютер их ко мне вот посылает почему логистика промышленной зоны ну наверно да еще почитать эйфеля очень хочется получить а так как у нас геликарнас соответственно мы даже несколько раз сможем есть биржа ну наверно тоже почитаю логистику промышленной зоны просто я за веру довольно скоро могу купить но я хочу и на гурдвары для халкалаки оставить через три ходу ну шо опять махенджи дару а там агадиши нам объявил войну кирасиры полевая пушка как надо поставить карточку на уровне сделать пушку сделать даже две пушки нам надо сделать броненосец ну вместо ремесленников все остальное пока оставляем раз где второй два это мы выжженную землю ускорили так теперь броненосец надо ну я бы из галеры сделал у нас нету галеры с уровнем это я проверяю сколько опыта у галера о вот это галера скоро опыт по уровню получит плывем пока сколько будет стоить 300 320 хорошо ну для нас плюс 6 но вот тут еще будет уголь следующим уходом она к нам да так давайте мы от стен вообще нету думал тут стены можно страны реше обстреливал стены в гонконге куда не делись что-то подозрительно а вот у нас еще нам три линейных пехотинца надо раз два три вот этого давайте апнем чего не хватает четыре селитры два хода во надо не забыть его будет апнуть блин там я бы разграбил гавань с удовольствием если бы пушка не стояла ну поплыли туда грабить опа а кто это у нас тут радостно плывет блин танк и корпус танков высадится мне будет очень плохо я вот думаю что а поселение 100 наверно сюда и плыл чтобы сюда город ставить вот сюда точнее на бананы ты хорошо его перехватил банк в зугдиде ну наверно биржу так а я угольную по моему в поте хотел наверное фабрика построить я просто куплю угольную станцию так 12 что у нас тут стеки 11 венецианку я очень хочу построить в руставе для этого мне нужна промышленная зона сначала такой звук был как будто что-то у меня отвалится на самом деле это наоборот александрия присоединилась плюс 9 угля вот это даже плюс 2 очка эпохи дают зашибись а вот и военный лагерь кстати я не заметил что он тут есть поставлен абсолютно дебильно но главное нам вот эту клетку надо купить чтобы два очка торговца и два очка генерала тоже накапливалось есть даже военная академия уже здесь да это войти инженера покупать мы откроем химию смор не покупать если строить инженера только сначала монумент сначала монумент потом сразу даже инженера так что у нас по эйфелю два хода 1300 давайте я наверно закончу вают хаи а не вайт хаи в горе вот этот проект и тогда наверное куплю здесь торгов ценера торговца куплю за деньги сейчас давайте биржу строить торговец у нас из александрии правтазии побежит в надежде что он вот тут дорогу проведет так следующим ходом тут ап ну тут тоже ап ну должно хватать вроде денег но не должно мне убить капер ну тут он как бы не видит его даже я к тому даже если он увидит какой-нибудь сюда встанет увидит капер тот лакопан вроде не должен его блин тут зоны контроля но надо рисковать это же не должен малиналька вот тут у нас компуса никем не разграблены ай 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 куда плывет танк но он не ду тебя может тут высадиться до ну нормально это уже мы наваляли даже если он высадится если все еще нечего грабить плохо ремонтируют македонцы все обратно нашим пиратикам ничего облий хотел угольную тут купить нет будем строить я точно хочу естественную историю открывать ради одного археолога да как у меня вообще с культурой плохо я там купил торговца ладно давайте здесь торговцы построю фу выжил но у меня чувство и чувствую что тут атака конечно не должна убивать а без зоны контроля так 9 ходов до конца эпохи блин как бы мне в золотой век то найдены источники тырим деньги не высадился танк ну в сети и высадился правда а как так 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 следующим ходом ну капер по идее не видно на море не тут юнитов нету поэтому я думаю что он его и не увидит сначала лошадей не знаю по поводу камня стоит ли обрабатывать все-таки через море вы как ли тут дорогу но я инженером могу дорогу просто провести военным инженером как раз можно даже сразу железную у меня в принципе и угля и железо дофига да все буду даже наверное еще одного сразу сделал в очередь в очередь сукин и дети так броненосец есть ускорено стали варенье и 3 линейных лихотинец ускорена стандартизация есть уголь использовали железо использовали хотя лошадей до сих пор тут не у никаких городов лошадей нету во есть я сейчас точно вот я смогу лошадей еще накопить использовать еще одно очко дальше что у нас это один ход это потому что я проекты читал не думайте что меня следующим ходом он появится на самом деле я бы его купил сейчас есть и здесь гурдвару есть а халкалаки должно должны расти аки дрожжи жалко шоу от великих людей не захватывает кайпер это типа как мы его просто про атаковали он типа в город вернулся это не совсем то так кукуруза по моему деньги должна дать или или все-таки здоровье даст уж там ферма верно ферма просто даст деньги ладно поплыли тогда вот к этому кампусу ненужный рабочий стоять даже тлакопану наверно у тут он где-то стоять контролировать что тут происходит грабить нечего опять же ну вот это ученая работает типа на чужом кампусе надо делать понимаете поэтому давайте может на великого торговца почитаем на игрушку просто в горе нету никаких зданий по для постройки морской порт с наукой уже хорошо плохо с культурой так слушать а это буря нам в итоге тут ничего не порушила зашибись на что он этот танк все пытается подвести так тут надо стоять каравеллами контролировать какие-то юниты если будут плыть военного инженера этого сюда привел они все а а этого убил даже я думал военный инженер не убивается ладно наконец-то лошади в грузии появились джигит и джигит и смогут соревноваться в искусстве джигитов ки сразу фабрику и мастерскую и конечно же акведук так а этот у нас чудеса так ну венецианский так 16 ходов еще 4 очка у нас осталось 8 ходов до следующей эпохи выйдем ли мы в золото вот в чем вопрос торговца флотоводца так встали в арене выходим это еще очки за выход в новое время сделаем сделаем этого археолога он должен успеть пару артефактов еще достать это еще очки и плюс я получаю очки за но свечку а танк приехал блин вроде пушка не должен его добивать к сожалению а так ой так хочется так берегу тогда пока рабочего чтобы все он разграбит милый шлем скрессу кратик к нему поехал грабить чтобы я мог сразу их починить так и так и и и вот сейчас на этом кампусе тоже науки поднимем вдоволь есть торговец максимум но банк биржа куда танчик просто вернулся обратно даже не грабил ничего смешно это смешно надо тут постою наверное пушкой или пострелять в этого а точно считающий счет эпохи дает если корпуса убивать биржа еще счет эпохи дала ну видимо время цехе пришло надо бы сделать блин сколько ходов остается 6 черт так водяная стали варенье одну очку эпохи ну на торговца надо читать еще инвестиции в центр коммерции разграбили пока стоим бомбарда так что же тогда я хочу этим нос вообще александрия обрабатывает еда производства гонконг еда производства камень обрабатывает таким ладно наверно да камень нуля надо аквакультуру сделать так вас вот этот чувачок прибыл лица нычку о следующим ходом будет построена похоже приношу мне этим броненосцам мне кажется броненосцам лучше где-то вот тут уж и чекалька контролировать какие-то юниты будут появляться все дамбы тут сделано зашибись так фабрика здесь работает хотя тут 8 наверно надо угольную все-таки здесь поставить потому что вообще нету производства в этом городе ладно морской порт сделан кашу побольше бы клеток этих морских выкупить я очень плохо у меня города выкупает к ну наверно просто потому что очень мало культуры просто надо может тогда здесь почитать на флотоводцы еще чтобы она появилась побыстрее где-то надо театралки еще строить но пока не соображу где все разграблено давайте попробуем вот тут культуркин добыть археолога могу делать вот аквапарк надо делать так археолог у нас воют хая если его куплю 1600 дать купим его следующим ходом так как у нас есть венецианка 3 очка так пять ходов и мне не хватает восемь очков так что-то за лошадей я же могу кавалерия еще не накопится 20 лошадей наверно давайте нефть откроем вдруг успею я могу например во рту а если у меня будет нефть я успею обработать то я смогу апнуться блин это откуда сюда приплыва естественная история или национализм все-таки корпуса нужны что тут строительной инженерии фермы на лугах не надо 15 процентов средства чудес не давайте национализм я никак не ускорил опять же все уже всем войну объявил так не могу ничего построить да еще раз я там читаю на плотоводца и на торговку в принципе конечно могу купить и так ну тогда на торговца давайте идея должных до конца эпохи купить так тут меняем это скидка в стоимость юнитов опять на соседство промышленной зоны тут все на высоте меня три карточки на счастье стоит которые много дают 1121 ну то есть в каждом городе по плюс 3 в принципе и тем не менее все равно эти ноль довольства прийти без карточек как было бы плохо какими штрафы были бы вот эта сложность при игре когда вы всем войну объявляете конечно так как где у нас о кайф вот это плюс 3 это очень здорово это мне тут очень в тему слушайте железную дорогу еще проведу так но я должен золотой век выходить железная дорога это три хода а мне еще четыре как бы мне только не убили военного инженера здесь 155 культуры двора два хода у меня жалко тут ничего больше не пограбить на на этом побережье у меня капер немножко бессмысленно тут простая ну то есть вот эти два района и все больше торговых путей могу поддерживать так окей чем торговца следующим ходом и так получу я какое-то чудо хочу построить что у нас тут осталось эрмитаж храм махаботхи панамский канал килл вики сиване вот килл вики сиване интересно например в гонконге каком-нибудь вот здесь или в зугдиде вот здесь а давайте переброшу тем более следующим ходом как раз биржа заканчивает строится так хорошо тут покупаем археолога но я вот думаю что надо бы теперь до следующей эпохи потерпеть а не выкапывать артефакты блин вот тут у нас кампус стоит надо бы им заняться блин откуда тут просачиваются у меня постоянно юниты снизу он тут где-то выплыл и папа пошел ко мне нехороший монгол какой-то город обратился в мою религию видимо не знаю читать в центре коммерции не хочу на этого инженера тоже не интересно может пока просто инвестиции следовательские гранты так что с электричеством ну на хашури тоже просто не некому электричество вырабатывать и на зугдиде тоже она работает так в кутаисе можно аквапарк вот здесь поставить 9 клеток раз два три четыре пять шесть семь ну то есть до пути и хашури нет но зугдиде кутаисе тбилиси горе и руставе пять шесть семь даже дай ают хает добивает так тут я сделал тут я сделал маяк надо подумать где мне торговца купить и куда отправить вообще наверное просто максимально доступные деньги по теме хенджи дорогу кутаисе может из александрии правтазии чтоб тут дорога была наверное да блин я уже купил археолога нету денег ладно тут строителя блин 18 11 ходов наверх тут-то я в другом городе строители ускоре эту постройку верфи там еще районы не помешало бы сделать 3 ходу вау похитили 774 деньги вот как раз покупаем строители так нанимаем джона спилсбери так подождите а я решил что мне уже хватит очков эпохи но на самом деле три хода и мне не хватает два очка ну предположим лоскарина бубулина еще следующим ходом ну она где-то она а и железная дорога у меня еще первое в мире причем как раз к следующей эпохе он к этим артефактом прибудет нефть и линкоры чё с нефтью выглядит так что у меня ее нету пять шесть семь восемь девять у ацтека завались 10 12 нету просто нету ну блин везти сюда город ради нефти бессмысленно здесь блин а может я зря кэш поселенцу удалял ну фирма минус 20 тут лояльность не тут не выставая бы город ладно поехали щит стандартизация у нас я зачем это стандартизация свинья нефти нету химия ну вообще через через стандартизацию в принципе так вот куда он тут делся вот сюда игрушечка появилась до с довольством большие проблемы зря на всех карточки но он сейчас не построит келуки сивания за один ход 400 вид 6 ходов но зато ускорит и явно этот город это чудо сделает так поплыли-ка мы кампус грабить там очень вкусный кампус по-моему тут не будет зоны контроля для капера провоцировать беспорядки ну давайте акведук так а здесь по моему никакая не действует вот тут плюс 6 всего лишь плюс 10 плюс 8 так ну наверно вруставе надо угольную ставить что там энергия не не добивает пока блин наверное в тбилиси надо но с другой стороны с из тбилиси то раз два три четыре пять шесть до вруставе будет энергия бить смысл тогда здесь но смысл в том что и тут шесть и тут шесть нормальные вообще плюс к производству ладно оставим и там и там построим мост золотые ворота два хода до конца мне не хватает два очка ласкарина бубулина будет следующим ходом ну и наверное всадников тогда каких-нибудь просто куплю как раз использование лошади а не хватает у меня так а железная дорога ребят ребят железная дорога все первое в мире железная дорога так два корпуса танков но у меня уже стали во время современная вот эта оборона это не берется хотя если бы играл человек то наверное мог бы силы 62 пробить чтобы играть 0 0 0 0 0 0 0 0 так еще город ставит разграбление к виду к не дам дамбы ничего не дает жаль да можно проплывать так куда я тут хочу дипломатический квартал хочу пограбить ну давайте попробуем это чудо чудо природы конечно классная в начале игры сейчас-то два очка генерала и торговца не так плохо и не так круто так давайте наверно лоскарину бабулину пропущу конечно мой любимый флотоводец но в данном случае он мне нафиг не нужен так тут тоже пропускаем ну ее способность неинтересная то есть я не хочу там а уже сразу забрал кто-то мгновенно строит маяк и верфь в этом районе и 50 процентов так у нас по-моему вообще можно для зубдидиас винт уже центр коммерции уже построен ладно не буду я разу где-то строить гавань в гонконге тоже все после может быть и его пропущу тоже кстати я подумаю так тут отойду чтобы бомбарды бомбарда вообще может убить капер так тут грабим кампус тут каравеллу могут убить ладно не давайте вот сюда пойдем всякое разное грабить тут у них аквапарк строится наверно просто постою а монгол с римом не воюют почему там нет не воюют почему здесь монгольские корпуса ура лесят так вот нет интересно почему я не могу на море догнать наземные юниты морскими юнитами не могу наземные догнать это какой-то прикол все не должен тут никуда деться что дают за дипломатический культурку неплохо исследовательские гранты в горе ну наверно продолжу что там они можно можно торговца сделать от торговца ну и похоже на этой серии все опять мы вышли в золотой век грузия бесконечно в этом золотом веке находит начинается новое время на продолжение уже в следующей серии спонсоры могут поискать продолжение прямо сейчас у вас и сообщества для всех остальных она появится завтра на ночь и корпуса можем строить этим уже займемся завтра окей все всем пока играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока